Хочется также дополнить отзыв Балаклаве, но один косяк, который я заметил, это буквы, которые светоотражающие после второй стирки начали отклеиваться. А так все супер, вообще. Вот сейчас еду в минус пять дней и никаких даже намеков на холод. Ездил на работу в минус 15, тоже очень положительные впечатления остались, потому что пак задувало, будь здоров, на работе. Прошлось гандабить, да, типа бульфика или щиточка. Сейчас фоточку покажу. Ну а вот, собственно, эта штука, о которой я говорил. Вот она здесь, королончик. Я специально не стал его скотчем забирать, чтобы тепло к телу подходило или не выходило. А здесь вот такой вот интересный скотчик. Хе-хе. Вот. И, в общем, обратно я ехал веселее. За ночь теплые трусы я явно нигде не нашел. И вот второй раз я просто взял, надел двое трусов и втыкнул эту штуку туда. Результат вообще себя зарекомендовал. То есть, кусок поролона и скотч, второе чудеса. Но главное, какой скотч мне удалось найти. Если понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки. А если мне понравилось, то все равно пишите в комментариях. Можете здесь поставить. Пишите в колхоз. Да. И я не спорю. Колхоз еще топ. Также я колхозно прокачал вот эти рукавицы. Я под них просто ХБ-шные перчатки надел. И стало заметно теплее. Ну, один минут. А теперь телефоны нельзя управлять. О. Так что, если вы думаете гонять зимой ниже 5 градусов, ребята, утепляйтесь. Утепляйтесь. Ну, потому что, если девушка поедет с неутепленным пахом, ей это грозит циститом. Ну, цистит это женская болезнь, она достаточно распространена. Мужчины тоже не болеют. Так что, если у вас какие-то проблемы с ночи-испускательными каналами и точками, то лучше, ребят, вообще откажитесь. Вот. Потому что, это только навредит. Ну, а так, у мужчин еще, конечно, простату надо защищать. Потому что тут, сами понимаете, у нас только и речи, что реклама от простатита. Но, на дыму и прочее, прочее. Так что, берегите свое здоровье. Ребят, качество звука по-прежнему фаршивое. Что-то я намахался с покупки микрофона. Скорее, как так, я его заказал. Но, потом только рассмотрел, что он приедет не 8 декабря, а 8 января. Так что, прошу прощения. Ну, как только он приедет, я что-нибудь феноминальное в эту часть сниму. Если, конечно, погода позволит. Слева! Слева! Вот. Прокатился я по этой дорожке туда и обратно, но времени до заката не так много, к сожалению. Скорость! Дальстрала показывает, только среднюю. Потому что, пока нет у меня средств на покупку полной. Видите, чему? Зимой я очень мало катаюсь, по сравнению с летом. Но, хотя, если брать прошлый год, то за прошлую зиму я проехал-то километра три от силы. Не то, когда устанавливал вилку. Так что, ребята, поездка на такой погоде вообще класс. Ветра нет. Мороз такой приятный. То есть, я еду, у меня и рот открытый, но... нет такого обмораживающего эффекта. Ну, можно делать и выдох, что так гораздо круче. Но тут даже то ли снег выпал, не растаял, то ли не... так держится хорошо. Оп! Сверхо входит туда и обратно. Ох! А вот тут. Диамы снизаторов не хватает. спасибо что смотрели всем хорошего дня пока